Если вы смотрите это видео, то значит вы выбрали в одном из предыдущих видео вариант, что вопрос поставлен некорректно. Какой вопрос? О том, 20% годовых это много или мало. Ну, действительно, вопрос о том, 20% годовых это много или мало, он поставлен некорректно, потому что много или мало по сравнению с чем. Вот в чем дело. Смотрите, если у вас есть альтернатива вложить деньги, скажем, рубли, вот сейчас 2020 год, вложить деньги на депозит, то сколько вам банк предложит процентов? 4,5% максимум 5% годовых. И поэтому 20% годовых, которые вы получите, это очень даже неплохо. Правильно? Вот. То есть, смотрите. Процент по депозиту 4,5% вы получаете 20%. Значит, это хорошо. Теперь смотрите дальше. Инфляция. Я говорил, что надо смотреть на инфляцию, потому что, если у вас инфляция, ну, скажем, сейчас официально там 4%, скажем, да, вам банк дает по депозиту 4,5%, значит, он немножечко выше, чем инфляция. И если вы получите при инфляции 4%, 20% годовых, значит, денег у вас стало больше. А если при инфляции, в, там, скажем, 40% годовых инфляция, например, да, а вы получили 20%, значит, в результате покупательная способность ваших инвестиций уменьшилась, то есть, денег у вас, ну, грубо говоря, ценностей стало меньше. То есть, вы потеряли. Поэтому, значит, если сравнивать с инфляцией, а обязательно надо сравнивать с инфляцией, то, вот, надо смотреть, чтобы ваша доходность была выше, чем инфляция. То есть, у нас уже два параметра – инфляция и ставка по депозиту. Вот. Ну, а теперь смотрите. Если, скажем, у вас есть возможность получить наверняка 20% за год, и банк вам предлагает кредит под 10%, давайте представим, вы взяли кредит. Я вас не призываю ни в коем случае брать кредит, ни в коем случае. Это чисто вот, чисто теоретические рассуждения. Смотрите. Вы взяли кредит, миллион рублей, и вложили эти миллионы рублей в тот самый актив, который принесет вам 20% за год. И что будет через год? Через год вы получаете свои 20%, то есть, миллион двести, вы отдаете банку миллион, который вы взяли в кредит, и отдаете 10%, которые вы заплатили за кредит. То есть, вы отдали миллион сто, а получили миллион двести. Значит, у вас на сто тысяч больше. Поэтому, если сравнивать вот с кредитной ставкой, то действительно 20% – это хорошо, потому что 20% – это выше, чем ставка по кредиту. И у нас появился третий критерий – кредитная ставка. Ну, еще один вариант. Например, если вы получили 20% годовых, а за это время доллар, ну, в рублях, например, а за это время доллар вырос в два раза, то, конечно, это плохо, потому что надо было не класть деньги в этот актив, а просто купить доллар, и это было бы выгоднее. Поэтому это будет маловато. То есть, смотрите, мы всегда сравниваем. Всегда сравниваем с чем-то. И то, с чем мы сравниваем, это и есть понятие «бенчмарк». То есть, «бенчмарк» – это какая-то базовая инвестиция, которая даст вам совершенно точный доход или в случае кредита убыток. И мы сравниваем все это вот именно с «бенчмарком». Что используется в качестве «бенчмарка»? Ну, обычно это используется уровень инфляции, обычно это используется средняя ставка по депозитам, обычно в качестве «бенчмарка» может использоваться ставка Центробанка, например, да? Вот, и в качестве «бенчмарка» может даже использоваться индекс ММВБ, когда оценивается, скажем, уровень эффективности какой-то инвестиции. Ну, например, вот тот самый модельный портфель, о котором я так часто говорил. Посмотрите, что показывает открытие «брокер» на графике. Сейчас вы его видите. Вы смотрите, мы видим там две линии. Одна линия голубая – это доходность инвестиций в модельный портфель, а вторая линия – это второй график. Это такой красненький. Вот красненький – это и есть бенчмарк, это индекс МОСБиржи. То есть, открытие показывает, что управляет оно модельным портфелем эффективнее, чем если бы просто пассивное вложение в акции по индексу МОСБиржи. Понимаете? Да, то есть, главная цель любой управляющей компании – опередить индекс. И поэтому в качестве бенчмарка здесь используется индекс. Вот вы видите наглядно. Мы можем провести там линию, просто прямую линию. Это доходность от вложения, ну, скажем, в облигации. Ну, предположим, это будет 5% годовых. Это будет сильно ниже линия, но она будет прямая зато, потому что, ну, облигации дают фиксированную доходность. Или там доходность по депозиту, там 4-5% те же самые годовых. То есть, это будет прямая линия. И, собственно говоря, все, мы можем ориентироваться на прямую линию. Но так как модельный портфель предполагает управление активно акциями, вложениями в акции, то, соответственно, сравнивают с бенчмарком, который вот индекс ММВБ. Ну, я надеюсь, что вы поняли, что такое бенчмарк. И если вам понравился такой формат видео, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк, если вам не понравился такой формат, что это заморочено. Вот. Ну, а если понравился, то я могу продолжить такие вещи, которые, ну, какие-то базовые понятия, вот такими коротенькими видео объяснять вам. Ну, и если хотите, то я готов, значит, следующую задачку задать вам. Ну, скажем, вы вложили аналогично деньги в какой-то актив и получили 1% дохода. Это много или мало? Ну, если хотите продолжить, напишите, что вы хотите продолжить, я продолжу. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. С вами был Демитков Юрий. До встречи.